книга открытым оком том 29 вопрос 4015 вышла книга об иване грозном что он жил свято и постоянно молился можно ли этому верить отвечает игнатий тихонович лапкин от пустоты пишут и переписывают историю и совсем уж безумное занятие канонизировать кого-то эту книгу подробно разбирает в интернете кавычки открываются в последнее время в ряде патриотических сми проводится активная кампания за канонизацию царя иоанна грозного и небезызвестного старца григория распутина так в начале октября 2002 года в москве прошла конференция посвященная канонизации двух указанных выше в кавычках кандидатов святые связи с этим предлагаем читателям ознакомиться с материалом посвященными посвященным иван иоанну грозному разговоры о в кавычках святости которого стали появляться после публикации книги апологета современного неосергианства митрополита иоанна снычева самодержавия духа 1994 году была впервые опубликована книга самодержавия духа с под заголовком очерки русского самосознания подписана она была именем митрополита санкт-петербургского и ладожского иоанна снычева впоследствии сказано нам особенно важно заново осмыслить пройденный путь научиться отличать добро от зла истину от лжи настоящую духовность от лукавой подделки далее в ряде очерков идет изложение истории руси с момента крещения и до наших дней и при этом как написано в аннотации изложен именно православный взгляд на события впервые за после за после революционное время совершенно по-новому объясняются белые пятна в цепи давно минувших дней что дает надежду понять и осмыслить не только настоящее но и будущее россии конец цитата ключевым моментом в истории русского самозазнания в книге представляется эпоха царствования ивана грозного об этом сказано в самом начале книге цитата русский народ в течение шести веков с момента крещения в 10 веке по 16 век вдумчиво и сосредоточенно размышлял о месте святой руси в мироздании пока наконец царствования ивана четвертого не утвердился своем национально религиозном мировоззрение конец цитаты эпохи грозного посвящена самая пожалуй посвящена самая обширная по объему глава и в ней пожалуй в наибольшей степени отразилось намерение совершенно по-новому объяснить белые пятна научить читателей отличать недобро от зла настоящую духовность от лукавой подделки в главе доказывается что разговоры о свирепости жестокости царя ужаса хопричины дань руба русофобской риторики на такие а такие факты как заключение семи браков убийство сына ивана убиение священно мученика митрополита филиппа и преподобно мученика корнилия все это заурядные выдумки мифы и легенды на примере на примере ивана грозного проходит обучение читателя отличать добро от зла добро это мягкий и незлобивый благочестивый царь иван грозный зло это бояре те гниющие бесполезные члены которые царь как хирург отсекала тела россии страница 162 кто мешал ему цитата настроить русское общество в унисон с требованиями христианского мировоззрения страница 163 немалые усилия приложены к тому чтобы научить читателя отличать настоящую духовность от лукавой поделки на этом поприще главной задачей было создать образ царя праведника игумена всея руси творца стихи ржизнь которого проходила в постоянном общении со святыми в подвижничестве среди братья и опричников в устроенном им в александровской слободе монастыре в миру надо сказать что книгу читают и взрослые получившие образование в безбожную эпоху и учащиеся православных учебных заведений рпц мп которым по мысли устроители этих школ должно было дано должно было дано настоящее церковно-православное образование все что сказано в книге освещено еще и тем что на обложке стоит имя митрополита санкт-петербургского и ладожского иоанна снычева естественно что с читатели воспринимают все что в этой книге сказано с полным доверием и почитает это за мнение общецерковное однако в книге в целом и в ключевой главе об Иоанне Грозном на самом деле сказано много спорного посему позволю себе высказать ряд соображений не о концепции книги но об объяснении одного белого пятна эпохи Грозного дело в том что личность Грозного и многие события его царствования имели самое непосредственное отношение к церкви а потому существует не только широкий спектр мнений светских историков по этим вопросам но и вполне определенное отношение к ним церкви приступая к чтению книги где сказано что русская история будет изложена именно с церковно-православной точки зрения мы вправе ожидать что автор обратиться именно к церковным источникам таковыми могли бы стать во первых службы святым пострадавшим до смерти во времена Грозного или обличавшим его во вторых их жития написанные духовными людьми и одобренные церковью в третьих сочинения по истории церкви написанные православными авторами например выдающимся церковным историком митрополитом макарием булгаковым или толстым ну тут очень важно говорить специально mv потому что толстых много да и маленькие печали платочек возьми в руки сегодня так что выкаешь 1 7 прямо нехорошо потом будет но эти ожидания не оправдываются как это не удивительно но именно церковное предание и церковно-православное осмысление эпохи Ивана Грозного остаются вне поля зрения авторов книги если о них и упоминается то с единственной целью дать им иное толкование и в конечном счете дискредитировать их таким образом дело вовсе не ограничивается пересмотром личности Ивана Грозного и переоценка его деяний но приводит к решительному пересмотру сугубо церковных событий сколько жен было у царя Ивана Грозного убил ли он сына насколько он был благочестив или развратен все это не имеет существенного значения для церковно-православного сознания но самочинный пересмотр церковного предания запечатленного в житиях святых в канонах тропарях кондаках читаемых в дни их памяти пересмотр основанный на произвольном толковании событий и выдвижении собственных версий в угоду выдвинутой концепции о праведности царя такой пересмотр может привести и приводит к весьма душевредным последствиям читатели самодержавия духа оказываются в двусмысленном положении с одной стороны они могут поверить что жития святителя филиппа и преподобно мученика корнилия сказки мифы и заурядные выдумки с другой будучи прихожанами православных храмов они вместе со всей церковью почитают память умученного по приказу Ивана Грозного святителя и убиенного им же игумена только одно из двух они могут делать искренне совместить то и другое понимание событий невозможно впрочем книгу читают не только православные люди история россии интересует многих а личность грозного царя изображаемая разными идеологиями то в белом то в черном цвете вызывает повышенный интерес каждая идеология использует подобные личности в своих интересах для оправдания тех или иных своих собственных деяний так во времена сталина для исторического обоснования и оправдания террора под названием диктатура пролетариата были использованы соответствующей идеологической упаковки образы двух известных своими жестокостями царей ивана грозного и петра первого вокруг многих эпох и исторических деятелей такая идеологическая возня происходит почти непрерывно и наше поколение пережила уже несколько пересмотров а потому с большей чем нынешняя осторожностью относится к ним но в данном случае книга написана не светским и не советским историком а архиереем поэтому вполне естественно для многих испытывать к ней заведомо больше доверия считаю нужным сказать о том что сам митрополит иоанн снычев при жизни был знаком с вариантом этой статьи и был не против ее публикования однако я имею основание считать что книга не во всем объеме было написано им самим что это плод коллективного труда который лишь получил его одобрение его имя именно исходя из этого убеждения в дальнейшем я употребляю слово авторы так вот авторы озаботились оградить свое новое осмысление личности ивана грозного устрашающими любого несогласного словами из священного писания так первый раздел главы об и иване грозном называется не мы да будут устали стивые глаголющее на праведного беззакония ясно что теперь любое возражения против трактовки грозного данной в самодержавие духа читателей эту трактовку принявших сердцем будет восприниматься как произнесенное устами льстивыми направлено и не православное и не церковное и пожалуй в этой реакции заключается самый большой вред подобных окончательных и безапелляционных оценок в отношении столь спорных личностей как иван грозный с какими бы благими намерениями не совершались цель этой статьи совсем не в том чтобы представить какую-то свою концепцию или доказать неправедность царя цель одна предоставить возможность читателям самодержавия духа ознакомиться с теми фактами которые не были представлены в книге или получили в ней освящение противоречащее церковной традиции такая задача вынуждает следовать за обсуждаемым текстом для удобства изложения разобьем факты на три разряда первое имеющие отношение к жизни церкви второе относящиеся к личности ивана грозного и третье к его государственной деятельности церковные события эти факты изложены не в сочинениях светских историков но запечатлены в годовом цикле богослужения смотри церковный календарь в житиях святых в сочинениях православных историков в церкви смотри историю церкви митрополита макария и м в толстого а также что весьма важно в богослужебных текстах отметим что богослужебные тексты являясь литургическим преданием церкви составляет одну из важнейших частей священного предания факты эти таковы 19 9 22 января церковь празднует память священномученика митрополита московского филиппа калычева который по воле ивана грозного в 1566 году был лишен сана заточен в тверский отроч монастырь где и был умучен 23 декабря 1569 года опрычником малюта скуратовым заехавшим по приказу царя в обитель по дороге в новгород 3 16 июля церковь вспоминает перенесение святых мощей святителя филиппа из соловецкого монастыря в москву при царе алексей михайлович и который написал покаянную грамоту где просил прощения за грехи своего прадеда ивана грозного 20 февраля 5 марта мы чтим память преподобного мученика корнилия игумена псковско-печерского монастыря умученного самим иваном грозным у святых врат обители в 1570 году после разгрома новгорода и посещения пскова о разгроме новгорода в истории церкви митрополита макария читая сам царь прибыл в новгород и в продолжении шести недель от 2 января до 30 до 13 февраля 1570 года совершал свои страшные казни ограблены были не только жилища граждан но и все монастыри и все церкви до 500 игуменов и романахов и иродиаконов и старцев были всенародно поставлены на правеж по и по повелению царя забиты палец сами до смерти а потом разведены по своим монастырям для погребения всех священников или диаконов новгородских церквей заключили в оковы и ежедневно с утра до вечера секли на площади требуя с каждого по 20 рублей пени архиепископ пимен которого и он называл главным изменником и виновником казни постигших новгород подвергся крайнему поруганию с него сняли свидетельские одежды посадили на белую кобылу и привязали к ней ногами вручили ему бубны и волынку и как шута возили по улицам города ссылка на полное собрание русских летописей далее psrl том 3 страница со 154 по 169 о том же написано и в истории церкви м.в. толстого и добавлено следующее но и здесь нашелся смелый обличитель неправды и злодейства преподобный арсений затворник утомившись казнями и собираясь псков грозный царь пришел к затворнику принять благословение и звать его с собою насытился ли ты кровью зверь кровожадный сказал ему праведник кто может благословить тебя кто может молить бога о мучителе облитом кровью христианскую много душ неповинных послал ты в царство небесное а сам не узришь его всю ночь праведник молился а утром увидели его умершим с 1787 года его святые мощи почивают под спудом в кирилловском монастыре где местно почитали его память как свято о посещении пскова читаем житие другого праведника святого нихал николая салласа христа ради юродивого а также что весьма важно в богослужебных текстах он сказал царю мясо не ешь а людей губишь и кровь христианскую пьешь и суда божия не боишься в древнем кондаке ему сказано чудотворец явися николая царевую державу и смысла свирепства на милость обратив грозный устрашенный пророчествами юродивого поставил оставил псков в покое и отправился в обитель пскова печерскую которая при игумене корнили сделалась неприступной крепостью на западных рубежах россии царь увидев эти тверды заподозрил в них измену мысль отделиться от москвы по свидетельству летописи и монастырскому преданию царь собственноручно умертвил игумена корнилия и ученика его вассаина почему и сказано в службе им менее 20 февраля цитата от тленного сего жития земным царем к небесному царю мученически предпослан был еси вечное жилище клику святых икос святые и зыдия встретение грозному владыце пред враты обители со славы воздавая земному царю должное той же побежден был гнева иступлению доброго пастыря зле смерти предади стихира на хвале тех земное шествие скончавая славно царем неправедно убиен быв смученики венчавшая венчавшися корнили стихира на господи во звах здесь перечислены только те факты которые важны для православных людей которые почитают святых и в дни их памяти прославляют на службах с определенным содержанием и смыслом текстов а вне службы узнают о них из одобренных церковью житий по приказанию грозного был ввержен в темницу с ослом вот рач монастырь и затем умучен священно ученик филипп свирепство царя сотни убитых и замученных монахов и священнослужителей его святотатственное ограбление святых божьих церквей обличали и считали что он пьет кровь христианскую два праведника преподобный арсений в новгороде и праведный блаженный николай псковский братья псково-печерского монастыря были свидетелями убиения царем преподобно мученика корнилия и его ученика васяна службе собора псково-печерских святых следуя монастырскому преданию в истине которого ни у кого нет оснований сомневаться мы считаем безумию склонись а царь грозный и смерти тебя предади тем же и осветися твоею кровью обитель псково-печерская личность ивана грозного теперь рассмотрим факты не имеющие прямого отношения к жизни церкви но однако безусловно важны как для оценки нравственного облика царя так и сказавшиеся на судьбах всей страны так как главную задачу автора самодержавия духа было доказать именно благочестия царя то пересмотру пара подверглись не только жития святых но и такие события как первое убиение царем своего сына царевича ивана второе семь браков царя третье жестокость царя и число убиенных по его приказу людей четвертое непотребство опричников и жизни александровской слободе государственное строительство факты из этой области менее всего подверглись пересмотру и более всего новому с точки зрения авторов осмыслению сказано обоятстве которая поголовно состояла из изменников и крамольников о благодетельной роли опричников не только в деле уничтожения этих крамольников но и в военном деле а также о земных соборах такое изложение можно встретить и в других исторических сочинениях сережа земных а земских до сочинениях но в этом пожалуй наибольшей новизной и неожиданностью поражает несколько кровожадный или если говорить мягче хирургический подход к истории народа приступая к рассмотрению трактовки предложенной авторами мы должны вкратце сказать о тех источниках которыми они пользовались выше уже было сказано что церковное предание подвергается критике кто же вдохновляет авторов сима самодержавия духа которые пишут окаменевшие неверием сердца повлекли за собою слепоту духовную лишив историков возможности увидеть сквозь туман наветов и клевет настоящего и она услышать его искренней полный горячий веры голос страница 153 и несмотря на духовную слепоту авторы отдает предпочтение именно этим слепцам об этом узнаем из списка литературы и из раздела под названием «Историография эпохи. Ложь и правда». В нем авторы отмечают что русские дореволюционные историки православные лишь по паспорту забывшие истины веры о многом в исторических сочинениях умолчали пользовались без критики негодными источниками сочинениями иностранцев. Но замечают они ащи сии умолчат каменья возопиет Лука 19.40 и камни возопили ими оказались народник близкий к террористической организации Н.К. Михайловский, советский академик С.Б. Веселовский и ортодоксальный марксист-ленинец Даниил Натанович Альшиц. Другой историк Р.Г. Скрынников в своей книге «Царство террора» замечательной своей фактологической полнотой не удержался и проявил традиционную концептуальную беспомощность. В конце главы приведен список литературы, из которого следует, что переосмысленнее покоится на сведениях, почерпнутых из книг двух доверационных историков, православных лишь по паспорту М.В. Толстого и Н.М.К. Рамзина из сочинения «Вопиющего камня» Д.Н. Альшица и концептуально беспомощного Р.Г. Скрынникова. В случаях обращения к житиям сведения, не устраивающие автора, просто отвергаются. Никаких новых документов, подтверждающих столь кардинальные изменения в изложении событий того времени, не приведено. Таким образом, не имея ничего нового, мы вынуждены верить авторскому толкованию старого. Посмотрим, каково это толкование, насколько оно непредвзято, не умолчали ли авторы, а в чем-либо, не отринули ли из утвердившихся в истории мифов и легенд, чего-либо без достаточных оснований. Начнем с фактов церковной истории. Их опровержение начинается не сразу, но после некоторой подготовки читателя, которому, возможно, известны вопиющие к небу факты убиения святых, монахов и священников Иваном Грозным. Чтобы переломить возникшее в связи с этим предупреждение, авторы, во-первых, рассказывают о его подвижнической жизни в Александровской слободе, во-вторых, о том, что он сочинил две стихиры, а большая часть сочинителей богослужебных текстов прославлены как святые, и, в-третьих, что у царя было особое и постоянное общение со святыми преподобными иноками, юродивыми странниками. По поводу подвижничества и благочестия жизни царя в Александровской слободе, нам сообщают, что он удалился туда от шума, суеты и неизбежного лицемерия столичной жизни, а в слободе устроил некое подобие монастыря. Они пишут, что слобода, собственно, была монастырем в миру. Несколько сотен, около тысячи ближайших царских опричников составляли его братью, а себя Иоанн называл игуменом всея Руси. Опричное братье носило монашеские скуфейки и черные подрясники. Жизнь в слободе, как в монастыре, регулировалась общежительным уставом, написанным лично царем. Далее сообщаются сведения, часто приводимые даже в советских учебниках. Сам звонил к обедни, в церкви пел на клиросе, читал жития святых во время братской трапезы. Из бесед с людьми, читавшими самодержавие духа, легко можно убедиться в том, что все изложенное производит сильное впечатление и в основном вызывает не вполне законное возмущение по поводу устроения самочинного монастыря в миру с никем не постриженными монахами-опричниками. Но наоборот восхищение и, смею думать, ставшую уже привычная мысль. Вот чего нас лишили. Далеко не все задаются вопросом о том, почему благословением этот монастырь в миру устроен, утвердило ли священное началье написанный царем Игуменом устав. Кто постригал этих опричников? Давали ли они иноческие обеты? А если всего этого не было, то почему они нарядились в подрязники из куфьи? Собственное описание благостной жизни в Александровской Слободе построено на свидетельствах самого царя Игумена. И удивление вызывает не само кощунство, но то умиление и восторг, которые испытывают авторы самодержавия духа, глядя на устроенную Иваном Грозным пародию на монашество. Вполне возможно, что при таком подходе и всешутейные соборы Петра Первого кто-нибудь ухитрится и изобразить как проявление благочестия. Впрочем, о его «глубокой вере» уже пишут многие. Не издевательствовали над представлениями православных людей уверение в благочестии и подвиженничестве человека, который ко времени отъезда из Москвы был уже четыре раза женат. Затем уже без благословения от церкви женился еще три раза, при этом предыдущих жен насильно подстригал монахини. Допустимо ли опричников, которых в народе называли кромешниками и считали слугами сатаны, изображать благочестивыми монахами, которые за трапезой слушают жития святых? Карамзин пишет «Они ездили всегда с собачьими головами и метлами, привязанными к седлам, вознаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию». Характерно, что авторам самодержавия духа известно о мерзком одеянии кромешников, но они видят в нем символ ревностного служения. И при этом приписывают его изобретение проворному народному уму. Чтобы настроить читателя на определенный лад, авторы самодержавия духа приводят целую серию примеров общения Ивана Грозного со святыми, но совсем не те, что перечислены выше, а выше приведенные толкуются с прямо противоположным значением. Говорится о том, что Иоанна и его супругу Анастасию особенно любил преподобный Антоний Сийский, умерший в 1556 году. О том, что при погребении Василия Блаженного царь сам вместе с боярами нес его гроб тоже в 1556 году, то есть за 8 лет до опричнины. Что же касается убиения священномученика Филиппа, то тело изображается так, будто интригу против митрополита Филиппа затеяли архиепископ Пимен, тот самый, над которым по приказу царя издевались в Новгороде и другие духовные лица. Состоялся в кавычках суд, царь пытался защитить святителя, но в отроч-успенском монастыре он был убит не Малютой Скуратовым, а все теми же злоумышленниками. Малюта уже не застал святителя в живых. Примечание к изложению этих событий на странице 160-й, вместо ссылки на источники мы находим следующий комментарий. Иван, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касающихся души спасения, заносил имена всех казненных в специальные синодики. Иван, чрезвычайно щепетильный во всех делах, касающихся души спасения, заносил имена всех казненных в специальные синодики. Имени святителя Филиппа в них нет. Нет по той простой причине, что никогда никакого приказа казнить... Господи помилуй... Нет по простой причине, что никогда никакого приказа казнить митрополита царь не давал. Эта широко распространенная версия при ближайшем рассмотрении оказывается заурядной выдумкой, как, впрочем, и многие другие свидетельства о, в кавычках, зверсках грозного царя. Похоже, нам дают понять, что занесение в синодики, им же казненных без суда и следствия людей, мы должны воспринимать как еще одно доказательство его благочестия. А, возможно, и казни были всего лишь способом спасти заблудшие души. Эта мысль уже высказана на странице 155. Цитата. Царь не желал казненным зла, прося у церкви святых молитв об упокоении мятежных душ изменников и предателей. Он, можно сказать, избавил их от всевозможной... Он, можно сказать, избавил их от возможной измены и предательства, и всех переселял в Царство Небесное. Картина впечатляющая, но, думается, что иезуитское оправдание казням неуместно в книге, которая претендует на настоящую духовность вместо лукавой подделки. За словами о делах душеспасения невозможно скрыть сути предлагаемого объяснения. Что же касается формальной стороны дела, то отсутствие имени святителя Филиппа в сохранившихся синодиках, во-первых, не доказывает того, что его не было в несохранившихся. А во-вторых, что же нам делать тогда с грамотой царя Алексея Михайловича? Ни он, ни составители жития и службы святителя Филиппу не сомневались в том, что он был умучен малютой с Куратовым и именно по приказу царя. В противном случае царь Алексей Михайлович не стал бы просить пред мощами святителя прощения своему предшественнику на престоле. Во всяком случае, если у кого-либо появились новые документы по этому делу, то следует дождаться соборного решения, которое бы изменило службу священномученику и объявило всему народу церковному, что все это было заурядной выдумкой. Расправившись с, в кавычках, версией об убиении святителя Филиппа, авторы продолжают создавать образ благочестивого царя. На их пути остались теперь те, кто недвусмысленно обвинял царя в пролитии христианской крови, кто называл его мучителем и зверем. Таковыми были преподобный Арсений в Новгороде и блаженный Николай в Пскове. Называя новгородский разгром расследованием и оправдывая его тем, что Иван Грозный пошел на Новгород не только из-за предполагаемой измены, но и с целью истребить ересь жидовствующих, авторы пишут, цитата, Царь оставался верен привычке поверять свои поступки советам людей, опытные в духовной жизни. Он не раз посещал преподобного Арсения. Без гнева выслушал обличение затворника и пощадил его монастырь, свободный от еретического духа. Во-первых, не приведены обличения преподобного Арсения. Во-вторых, мы должны понимать дело так, что 500 казненных Иваном Грозным игуменов, иеромонахов, иеродиаконов были заражены этим самым еретическим духом, что им же были заражены все ограбленные царем церкви, что и подвергшийся немыслимому поруганию архиепископ Пимен тоже был жидовствующим. Но если это так, то в чем обличал Ивана Грозного неподверженные ереси преподобный Арсений, а затем столь же чистый от подозрений блаженный Николай? Или нам следует сомневаться во всех приводимых в житиях словах и событиях? Завершая работу по созданию образа благочестивого царя, авторы самодержавия духа пишут Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь как хирург отсекал от тела России гниющие, бесполезные члены. В отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. А далее о почитании Ивана Грозного простым людям с совершением панихид на его могиле в Кремле. Таким образом видно, нас готовят к канонизации царя-подвижника, жившего по уставу монастырскому в Александровской Слободе, где звонил к заутренней и пел на клиросе царя, которого оклеветали русские историки и заезжие иностранцы, которые с помощью столь же благочестивых в кавычках монахов-опричников в кавычках просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад. И был так щепетилен в деле спасения человеческих душ, что отсекал эти гниющие, бесполезные члены и тщательно при этом заносил их имена в синодики. Кстати, скажем и о синодиках. Надо сказать, что любители оправдывать всеми правдами и неправдами, творимыми тиранами злодеяния, придумали ряд прямо устрашающих мер. Так, все, кто смеет хоть слово сказать о неправедности бессудных казней грозного царя, автоматически попадают в число людей неправославно мыслящих, потому что не хотят понять государственного смысла в его деяниях. При этом сам факт казней не отрицается, но утверждается, что слухи о них сильно преувеличены. Да и к тому же они были вынужденными. Мягкий и не злобивый по природе царь страдал и мучился, вынужденный применять суровые меры. Сознавали ли сами, в кавычках, гниющие и бесполезные члены, среди которых было немало женщин и детей, свою малочисленность и вынужденность своего убиения остается неизвестным. Зато историки уже давно по синодикам подсчитывают число казненных. Так, по подсчетам Р.Г. Скрынникова, их было от 3 до 4 тысяч человек. Авторы, приведя эти цифры, пишут С момента учреждения опричнины до смерти царя прошло 30 лет. На самом же деле не 30, а 20 с 1564 по 1584 год. Но это уже мелкие продерки. Затем они делят 3 тысячи на 30 и получают всего-навсего 100 казней в год, учитывая уголовных преступников. Судите сами, много это или мало. По мне так очень много, а при более точном расчете в 2 раза больше, в среднем по 200 человек в год. Но ведь это только известных поименно, а о многих других сказано просто. Их же имена Бог весть. Эти другие тысячи боярских слуг, крестьян и монахов, которые были убиты вместе с заподозренными в измене боярами и настоятелями монастырей по приказу и гумена всея Руси, его братьей опричниками. Однако и это не самое главное в подобного рода изысканиях. Уже ли не стыдно делать такие подсчеты и говорить о невинно убиенных с точки зрения средних цифр? Жизнь каждого из них была дарована Богом, а отнята человеком, который вообразил, что властью Сана подобенную Богу. После написания иконы царя Иоанна Грозного, авторы самодержавия духа приступают к разоблачению других заурядных выдумок. Нельзя же оставить читателя в подозрении, что царь Иоанн Грозный имел семь жен и убил собственного сына. То и другое никак невозможно объяснить с позиции государственные пользы и православного мировоззрения. Раз нельзя объяснить и трудно оправдать, то следует отрицать вовсе, как это уже сделано по отношению к явно невинно убиенным святым Филиппу и Корнилию. Что касается семьи жен, то с ними вопрос решался очень просто. Делается это в разделе «Историография», где сказано, что русские историки восприняли легенды и мифы о царствовании Иоанна Грозного как некритично, да и в фактической стороне вопроса не проявили должной осторожности. После этого читатель вправе ожидать, что появились какие-то новые данные и в фактической стороне будет проявлена осторожность. Как, например, неосторожности приводится с заявления Карамзина о числе погибших в Москве во время нашествия Девлет-Гирея в 1571 году, а именно около 800 тысяч человек, сгоревших и более 100 тысяч пленников. Это не заявления Карамзина, а сведения, приведенные в летописях. Вот как комментируются эти цифры. Эти утверждения не выдерживают никакой критики. По всей Москве не нашлось бы и половины сгоревших, а число пленных Девлет-Гирея вызывает ассоциацию со Сталинградской операцией Великой Отечественной войны. Сразу после этого в кавычках разоблачения делается заключение о сомнительности сообщения о семи женах, возможно, потому что в том и в другом случае мы имеем дело с завышением числа. В первом случае сгоревших и пленных, во втором – жен. Что касается завышения числа сгоревших и пленных, то Карамзин добросовестно сообщает то, что написано в летописи. Историки, хотя и выражают сомнения в этих цифрах, но не видят в них никакого злоумышления или следов русофобии. Они, не имея достоверных сведений о численности населения Москвы в 1571 году, полагают, что в Москве искали спасения жители ближних и дальних областей, а огромное число жертв объясняется именно пожаром. Трудно уловить связь разоблачения некритичного Карамзина с последующим утверждением о сомнительности седьмибрачия. Приходится считать этот переход не совсем корректным приемом для убеждения читателя с помощью доказательства по аналогии. Раз Карамзин некритично подошел к сообщению летописи о числе погибших, то и сообщение о семье жёнах выглядит сомнительно. Замечу, что имена этих жён и даты заключения с ними браков известны и ни у кого не вызывают сомнения. Так, например, достоверно известно, что в 1572 году царь Иван Грозный просил разрешения на четвёртый брак. Смотри, митрополит Макарий, том 4, страница 173, в который он уже вступил самовольно. Архиерея, вопреки существующим правилам, за четвёртый брак полагается проклятием, царю этот брак разрешили, но при этом наложили на него трёхлетнюю эпитемию – в храм не входить и не причащаться. В кавычках «благочестивый» царь нарушил эпитемию через несколько месяцев, а четвёртая жена была через два года насильно пострижена в монахине. На последующие браки разрешения не брал, но всех остальных жён насильно постригал в монахине. Последняя, седьмая жена его Мария Фёдоровна, дочь оконнического Фёдора Нагова, вышла за царя в сентябре 1580 года. Родила царевича Дмитрия 19 октября 1583 года, быв царю уже неугодной. Ровно через пять месяцев, 18 марта, царь умер. Что же касается проявления должной осторожности, то такое может с любым историком случиться. Например, из книги в книгу целое столетие переходило историю о том, как в 1550 году 17-летний Иван Грозный приносит покаянную речь к народу злобного места. Эта речь была найдена в степной книге. Все считали её подлинной, и только в начале 20 века историк С. Ф. Платонов доказал, что это была вставка конца 17 века. Теперь эта речь Грозного вошла в учебники, как, например, подделки. Теперь эта речь Грозного вошла в учебники, как пример подделки. Смотри, Черепнин Л.В., Русская полиография, 1956 год, страница 326. Продолжим наше рассмотрение. Почему сообщения о семи жунах выглядят сомнительными, в книге «Самодержавие духа» не указано. А потому смею предположить, что они были высказаны в расчёте на доверчивого читателя, которому не досуг проверять сообщаемые в книгах сведения. На ту же доверчивость рассчитано разоблачение ещё одной легенды, на которую выдаётся тоже известный факт – сыноубийство. К вопросу о сыноубийстве авторы переходят сразу после подробного рассказа об иезуите Антонии Посевине, который не был свидетелем происшедшего, но оставил описание слухов по этому поводу. Далее высказывается предположение о естественной смерти царевича Ивана, имеющее, по мнению авторов, документальную основу. Помню. При первом чтении этого места у меня дух захватило. Нашли документ, и сейчас докажут на основе документов такой важный факт. К сожалению, оказалось, что документальная основа свелась к сообщению о вкладе царевича Ивана в Кириллов монастырь в 1570 году, когда ему было 16 лет. Приводится обычная во вкладных грамотах формула. Инна похочет постричися царевича князя Ивана, постригли за этот вклад, а если по грехам царевича не станет, то и поминати. Теперь делается два вывода о его болезненности и о его благочестии. Эти сведения авторами расцениваются как прямые свидетельства естественной смерти царевича, а о косвенных говорится ниже. Косвенно свидетельствует о смерти Ивана от болезни и то, что в доработанной версии, в кавычках доработанной, о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после рокового удара, а через 4 дня. Эти 4 дня, скорее всего, время предсмертной болезни царевича. Был ли все-таки, если не роковой, то простой удар царевича в висок, авторы не уточняют, точно так же, как не указывают на характер предсмертной болезни. Но и по этому поводу нам известно только то, что ко времени его убиения отцом царевичу было 30 лет, из которых 20 он провел в Александровской Слободе, в походах вместе с отцом на Клин, Торжок, Новгород, где участвовал в казнях и разгромах. Вместе с отцом в 1570 году производил страшные казни на Красной площади. Три раза женился и двух жен подстриг насильно монахини. Итак, мы рассмотрели основные факты, которые подверглись пересмотру в главе об эпохе Ивана Грозного. Вполне вероятно, что и в других главах найдутся подобные искажения и безапелляционные расправы с «заурядными выдумками». Хотелось бы пожелать читателям книги «Самодержавие духа» и других книг, в которых авторы из лучших побуждений совершенно по-новому осмысливают русскую историю, подходить и к самому осмыслению, и к сообщаемым фактам с некоторой долей осмотрительности и проверять их церковным преданиям. Цитата закрыта. Георгий Коробьин. Далее Игнать Тихонич приводит места священного писания. Книга «Деяний», 12 глава, 22 стих. А народ восклицал «Это голос Бога, а не человека». Деяние 14, 11. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски «Боги в образе человеческом сошли к нам». И Псалом 11, 3 стих. «Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного». Книга «Откровения», 13 глава, 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Путь до гробницы, где Иисус лежал, путь скорби и печали неизбывный, друзьям распятого его смертельно жаль. И друг был жив. Давно ли это было? Паломники понура, экскурсанты, тысячелетия бредут по крестному пути, Россию потянули лысый и усатый семидесятилетия на кладбище кутить. Страстной недели, тысячи повторов, опять брести за Симоном с Христом, три дня неполных, это так не скоро, затишь я час, затишь я час, такой же непростой. Бежит Мария, всех предвосхищая, путь благовестия не шла неторопливо и не боялась кладбища ночами, капостолом свой путь не искривила. Прошедший путь Голгофе удручен, поплакать можем, сопереживая, и далее, как будто каждый ни при чем, сидят и ждут благого урожая. Но путь Марии с радостной вестью забыт, на нем не слышно торжества, ни дня, ни часа, не сидеть на месте, Евангелие будет нарасхват. Путь Магдалины к кувшинам из глины, готовым влагу чудную вместить, там, где живешь, не в Иерусалиме, да только бы душою не остыть. Путь от гробницы переполнен светом, но спринтеров на нем пока не видно. Весть оживит истлевшие скелеты, устроиться б на той дороге гидом. Сказать ослепшим от потерь и горя, что Иисус нас всюду предваряет. Попы, епископы, тотчас крича заспорят и скроются за толстыми дверями. 1 июня 2008 год, Игнатий Лапкин и горячим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!